Всем привет! До конца года осталось меньше месяца. Города принарядились в ожидании зимних праздников и так им манят прогуляться. Как любители старинных городов с фахверковыми домами, мы в первую очередь отправляемся в Хаттинген. В исторической части этого города расположено около 150 средневековых зданий. Упомянутый еще в 1990 году торговый центр превратился в город и был когда-то даже членом Гандельского союза. Во время индустриализации Хаттинген являлся важным пунктом для добычи угля. Сегодня все шахты, конечно же, закрыты, но сохранился очаровательный старый город, где один фахверковый домик красивее другого. На церковной площади возвышается церковь Святого Георгия. Она была перестроена около 1200 года и если присмотреться, то сразу бросается в глаза неровный и слегка наклоненный шпиль, который и был так построен, чтобы в случае удара молнии горящая башня не обрушилась на церковь. Еще более очаровательный вид город принимает во время проведения рождественской ярмарки. Здесь пахнет корицей, глинтвейном и жареным миндалем, а тысячи фонарей освещают исторический город уютным светом. На площади перед старой ратушей находится изюминка рождественской ярмарки огромный адвент-календарь, из окон которого появляется сказочная фрау Холли. Кроме того, Хаттинген предлагает множество других памятников за пределами старого города. Так, например, Хайнрихсвитте является впечатляющим примером индустриализации 19 и 20 веков. На закрытом в 1987 году металлургическом заводе сейчас находится промышленный музей. Три круговых маршрута на участке площадью около 50 тысяч квадратных метров ведут через бункеры для руды и угля, мимо машинного зала и воздухонагревателей в литейный цех. Тропинка также ведет к 35-метровой доминой печи, одной из самых старых доминых печей в этом районе. Субтитры создавал DimaTorzok На этом мое видео подходит к концу. Я с вами прощаюсь и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok